Здравствуйте, друзья! Начинаем четвёртый урок проекта «Говорим по-русски» и берём наши учебники – книгу кандидата филологических наук Марины Королёвой «Чисто по-русски». Доброго времени суток! Слышали такое? Наверняка и не раз. Тем не менее, это выражение неправильное. Надо сказать, что такое словосочетание пришло к нам из-за того, что мы часто общаемся теперь в интернете. Ведь на самом деле в Москве уже ночь, а на Дальнем Востоке – утро, в Москве – вечер, а в Америке занимается заря. Как тут узнать, какое время суток? Вот и придумали интернет-пользователи такое выражение – «доброго времени суток». На самом деле в XIX веке такие пожелания были очень распространены. Доброго дня желаем вам, доброго вечера. А теперь мы часто используем подобные словосочетания – пожелания. В обыденной речи – доброй ночи, хорошего дня, хороших выходных. Но вот и получается, что интернет-приветствие доброго времени суток скорее относится аж к XIX веку. Но Марина Королёва считает, что лучше этого не делать. Не знаешь, какое сейчас время суток? Вот вы его собеседника. Просто напиши или скажи ему. Здравствуйте! Как правило, местоимение «вы» с прописной буквы употребляется в официальных бумагах. И обращаться так можно как к юридическому, так и к физическому лицу. При употреблении местоимения «вы» с прописной буквы учитывается иерархия – начальник подчинённый, возраст – старший, младший. Или подчёркивается – особое уважение. Также лучше употреблять местоимение «вы» с большой буквы, когда вы обращаетесь к незнакомому человеку, дабы не объявить его. Но следует помнить, вот о чём говорит Марина Королёва. Независимо от написания «вы» всё равно остаётся формой максимально вежливого обращения только к одному лицу. То есть обращаться на «вы» с прописной буквы к какому-то количеству человек или к целому коллективу – неправильно. Сегодня утром со мной произошёл точно такой же случай, который описывает Марина Королёва в своей книге. Еду я на работу, садится девушка в автобус и спрашивает меня, «А на остановке диспансер когда выходить?» «Что?» – спрашиваю я. «На остановке диспансер». «А, диспансер!» «Так вам через остановку». Говорить «диспансер» неправильно. Слово «диспансер» происходит от французского слова, которое звучит практически так же – диспансер. А поскольку во французском языке ударение всегда ставится на последний слог, то и запомнить вам будет проще. Раз слово «французское», то значит «диспансер». Здоровье будет крепкое. До свидания. До следующего урока. ЗВОНОК В ДВЕ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Видима и profitable��는 Xbox Mastermind. Субтитры создавал DimaTorzok